НИКОЛАЯСКАЯ КНИГА В рамках выставки состоялся юбилейный вечер. Геннадьевича, и я была его ведущей. Удивительное чувство партнерской работы, просто удивительное. Интуитивно понимает, подхватывает мысли, чувствует, очень тонко чувствует паузу, очень тонко чувствует настроение, подхватывает атмосферу, работаешь с ним, и ты понимаешь, что ты не сам по себе, вот ты ведущий, вот герой вечера, а ты действительно работаешь вместе с человеком, и складывается какой-то такой очень интересный образ, очень гармоничный образ. Это просто здорово. Вот за всю мою телевизионную жизнь крайне редко удавалось попасть вот именно в такую атмосферу работу, очень гармоничной, очень слаженной, когда человек тебя очень тонко чувствует. В целом, личность сложная и неординарная. Несмотря на такие замечательные, волшебные, светлые стихи, там, как иду я по побережью и жую абрикосу свежую, у Аркадия бывали периоды, когда я, глядя на него, шел в магазин концтоваров и покупал ему цветную бумагу в листах и цветные ручки, и дарил, чтобы хоть как-то сбить его с этой сложной такой темы тяжелой и получить от него еще парочку веселых стихов, которые я больше всего у него люблю. Магические истории с этим человеком случаются постоянно. Как-то гуляя по Кинбургской косе, будучи не сильно обремененный деньгами, он возжелал или попросил сверху огромный сундук золотых монет. Так как на косе часто море выносит какие-то удивительные вещи, он решил, что самое время получить сундук золотых монет. Долго бродил по берегу, ни монет, ни каких-то других артефактов материальных он не нашел. И немного расстроившись, возвращаясь назад по пыльной Кинбургской дороге, он вдруг увидел огромную коробку. Подбежал к ней, открыл, и там оказалась полная коробка, килограмм 15, наверное, стандартная упаковка, маленьких кругов печенья, которые были сильно похожи на золотые монеты. Ну и вот так обычно творцам Бог отмеряет ровно столько, сколько им нужно. Витаю вас у нового випуска программы «Просто люди». Тепер и поруч с нами «Просто люди» міста Миколаява. Такие, как «Майстер спостерегания за навколишним свитом», «Чаклун», что ликует души словом и конструктор своего жизни. Аркадий, мы сегодня с вами встретились в городе Николаеве, возле памятника святому Николаю, в сквере. Для вас это место что означает? Я отсюда управляю действительностью. Ну, как бы отсюда вообще из центра. Поэтому я очень люблю центр, я каждый день здесь бываю. Хотя я живу не в центре, все думают, что я живу здесь. Нет, я живу на Абиссинике, близко. И поэтому это очень милое, хорошее, классное место. Я его помню много лет. Много лет. А вы любите этот город? Ну да, это мой город. А он отвечает вам взаимностью? А вы уезжали из этого города? Я уезжал, да. Вообще я служил в Беларуси. И мне как-то ночью стали сниться в Николаевске какие-то перекрестки. Причем не мои какие-то другие перекрестки. Я там редко бывал, нелюбимые. И я, когда вернулся, я понял, что это мой город. Я его люблю. Я его не брошу. Это мое. Это душа. А вот вы говорите слово «любовь». Ну, у вас любовь. Что для вас? Что для вас любовь? Любовь я написал целую, знаете, целый цикл, который называется «Любовь». Там начин... А, вот оно, вот как начинается. Я ее уже вижу со стороны. На глазах поволока. Ломает бровь. Руки, губы. Все приметы видны. Да, это она. Любовь. В шелестящих ночах. То ли мая, а то ли апреля. В час, когда зацветает и сладким сочится земля. Под наркозом сирени. Под птичьи безумные трели. Под огромной луной зацепившейся за тополя. Как где-нибудь ты встречаешь ее. Она чем-то похожа на людей. Но она не из нас. Ни дыхание, ни кровь. Все. Улыбку сотри с перекошенной рожей. Ты попался. Это любовь. Я чувствую, что у вас не бывает состояния, когда вы не пишете стихи. Или бывают состояния? Бывает, бывает. Очень даже бывает. И что тогда? Если не стихи, то что? Читаю, я читаю. Читаю волшебство всякое. Поэт и волшебник это вообще одна специальность. Потому что речь идет о слове. Вот о слове. О том, каким владеть. Поэтому чем-то таким занимаюсь. Помогаю кому-то. Знаете, как-то я часто отвечаю на вопросы. Как-то вот Аркадий, как же прийти к чему-то там? Я говорю, понимаете, можно сесть на любом перекрестке. Вообще просто на любом. И читать газету. Лускать семечки. Или собирать кубик Рубика. Или медитировать. И обязательно к тебе подойдут люди и скажут, учитель, ответь на вопросы. Научи нас жить. Пожалуйста. Только сидеть так нужно 10 лет. Вот на 11-й год начнут подходить люди. А любой человек, который пишет стихи, может называть себя поэтом? Ну вот пишет человек стихи. Понимаете, это же ведь на самом деле себя-то можно называть как угодно. Вот нужно вот это внешнее. Нужно, чтобы кто-то сказал. Вот этот момент. Признание? Да, признание. Но как слово признание, оно достаточно схематическое. Оно достаточно такое, ну деревянненькое. Да, там друг, любовь, любовь. У меня вот, о, вот. У меня есть две истории, очень классные. Я их ношу, как ордена на груди. Самая ценная ордена. Первая история. Знакомый товарищ мне говорит, ты знаешь, я разводился с женой, и вот ругата, скандал многодневный. И я сидел у окна и думал, сейчас прыгну, сейчас прыгну. Ну, все, сейчас прыгну, ну, больше не могу. Не могу больше. И мне попалась на глаза твоя книга, говорит он. Я ее взял, так открыл, стал читать, и я туда ушел. Когда я оттуда вышел, скандал уже кончился, я понял, что я не прыгну. Вот. Понимаете, да? То есть достаточно. И есть вторая история тоже. Подруга, давняя подруга, много лет жила на севере, и она возвращается в Николаев с такой достаточно трудной судьбой, возвращается. Прошло много лет, она совершенно уже не знает город, забылся, ее забыл. И она говорит, я выхожу на вокзале из поезда, и вдруг я вижу на столбе стихотворение написано. Я подхожу, а это ты. И там написано, что не бойся, все будет хорошо, не бойся, скоро, скоро. И она говорит, я так просияла, думаю, да нет, вот Аркадий меня встречает. Нет, 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 все будет хорошо. И у нее все хорошо. Такая история. Скажите, у вас есть стихи о детях, для детей, о детских персонажах, а есть отдельная книжка, вот изданная детская книжка. Есть? У меня есть большой такой цикл из восьми стихотворений. Больших стихотворений, фактически это на книжку, на такую детскую книжку. Называется про мальчику Женю. Мальчик Женя спит в кроватке, спит и носиком сопит. Птица Женя, пряник сладкий, деревянные лошадки, кран подъемный, лук на грядке. Женя спит. Звездами швыряет лето, вон одна в пыли лежит. Женя, неизвестно это, Женя едет без билета, пробирается к рассвету. Женя спит. Вот таких восемь стихотворений, вот, это первое. Второе, у меня есть азбука. На каждую букву написано короткое стихотворение. Например, буква В, велосипед, кто-то едет, кто-то нет. Булку бублики батон, булочной купил Антон. То есть, вот у меня таких написано на каждую букву алфавита стихи. Это, кстати, очень легко, короткие и детские. А вы переиздаете свои старые? Нет, ну почти нет. Хотя мне уже говорят, ты знаешь, уже пора делать там двухтомник какой-нибудь, все издать. Вторая, третья книги были очень небольшими тиражами. Это не стихи, которые никто не знает, а они хорошие. Когда я спать ложусь голодным, я думаю о Баргетине. Там тучные стада, коровьи жуют траву в предгорьях Ант. Там много молока и мяса. И запах солнца и полыни на их рогах завязан туго. Как на испанке красный банк. Когда я спать ложусь голодным, я думаю о Сенегале. Там мегры с воплем халлигали пасут в саванне местный скот. Там много молока и мяса. И приезжают на сафари богатые американцы. Наняв в Алжире самолет, когда я спать ложусь голодным, я думаю, ну сколько же можно так издеваться над поэтом, который гол и невесом. Вот только подкрадешься к мясу, протянешь руку осторожно. И тут же понимаешь ясно, что это сон, что это сон. Вот это из тех книг, техотворения, ну же хорошее, веселое. Поэт это сложно и просто. Пока ты не научился, то тебе сложно, а потом просто. Ну вообще, конечно, это другая жизнь. Это другой способ жизни. Это не совсем человек. Посмотрите на меня внимательно. Какой же я человек? Не человек. Хорошее сегодня знакомство произошло? Сегодня, конечно. Сегодня хорошее, приятное. Очень, ну, я, мне приятно, что, мне приятно давать ответы на вопросы, да. Я же, я же танцую. Посмотрите, как красив мой танец. Вы восхищаетесь, как я танцую. Ну что еще надо для счастья? Сегодня с нами ввели неспешную беседу, керевник перехреста Миколая, повелитель стихии и простору, та директор улицы Радянской Аркадій Суров. Залишайтесь с нами, просто люди, Миколая. Субтитры подогнал «Симон»